Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В начале 20 века в Кембридж попала большая коллекция древних манускриптов, найденных в Египте. Среди них нашлось уникальное письмо, повествующее об исчезнувшем народе – хазары. Еще два письма, где также упоминаются хазары, оказались в Оксфорде и Санкт-Петербурге. Эти письма произвели сенсацию в научном мире и стали предметом яростных споров и дискуссий. Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам, Их села, и Нивы за буйный набег, обрек он мечам и пожаром. Благодаря Александру Сергеевичу Пушкину мы знаем, что жил когда-то такой народ – хазары. Но на этом наши знания и заканчиваются. А между тем, хазарский каганат наряду с Византийской империей были крупнейшими государствами Восточной Европы. Хазары приняли иудаизм. Они подчинили себе многие народы. С 7 по 9 век они безраздельно господствовали в Каспийско-Черноморском регионе. Исходным ядром каганата считается современный Дагестан, где у хазар была столица – Семендер. Затем под давлением арабов они ушли в низовье Волги, построили там новую столицу – Итиль. И взяли под контроль большие территории от казахских степей до Днепра, собирая дань с соседних народов. В исторической науке давно сложилось мнение, что экономика хазарии держалась на торговле. А главные барыши хазарам приносил контроль над Волгой, по которой шла торговля между Европой и Арабским Востоком. Археолог Валерий Флеров много лет изучает памятники хазарской эпохи и не согласен с такой узкой оценкой. Так в каганате было развито земледелие. Серпы и косы – это вообще обычная находка. Совершенно обычная находка, как в любом более позднем крестьянском хозяйстве. Жернова. Нет, по-моему, ни одного из следованных хазарских поселений, в котором не были бы найдены жернова. Найдены десятки горнов. Общая производительность этих горнов, в которых выплавлялись обыкновенные крицы, она достигала десятков тонн. Поражает развитие металлургии. Металлом хазарский, черным металлом, он обеспечивал себя полностью. Орудия труда, оружие, военная амуниция, украшения. Благодаря развитым ремеслам и сельскому хозяйству, жители каганата обеспечивали себя не только металлом, но и всем необходимым и для мира, и для войны. Торговля, контроль над ней была лишь частью их деятельности. Известно, что хазары брали десятину. Так, но в десятину брали буквально все народы, через территории, которых проходили, ну, скажем, проходил тот же самый известный шелковый путь. Делать акцент на том, что хазаря держалась исключительно на торговле, это просто принципиально неверно. Итак, экономика хазарского каганата была мощной и разнообразной. Но есть одно но. Непонятно, насколько глубоко в этом участвовали сами хазары. Ведь хазарский каганат был объединением большого количества племен. Имея сотни, наверное, если не тысячи трудов, а хазарском каганате, мы сегодня вообще не можем сказать, какую долю этого населения составляли собственные этнические хазары. Так, доля их была, вероятнее всего, минимальная. Это вот правящая верхушка, это, видимо, большой слой, то, что мы называем двором. Как небольшой группе хазар удалось подчинить столько народов? Откуда они пришли на Волгу? И почему приняли чуждую им религию – иудаизм? Вопросов у историков много, а письменных источников мало. И самый главный, самый известный – те самые три письма. Самое первое письмо сейчас хранится за тысячи миль от жаркого Каира в колледже Церкви Христа в Оксфорде. В начале 20 века англичане выкупили часть архива Каирской генизы и перевезли в Кембридж и Оксфорд. Автор письма – Хаздай Ибн Шапрут, испанский еврей, живший в X веке. Поначалу обычный врач он сумел сделать головокружительную карьеру при дворе Абдрахмана III, правителя Кордовского халифата. Это мусульманское государство располагалось на территории современной Испании и Португалии. И во времена Хаздай Ибн Шапрута как раз достигла наивысшего расцвета. Хаздай Ибн Шапрут с помощью древних рукописей и при помощи византийских монахов расшифровал секрет одного из древних лекарств, которое смогло поправить здоровье халифа. И это стало одним из решающим, важнейшим поворотным пунктов его карьеры. В это было удивительное время, когда евреи и мусульмане и арабы создавали, в общем, единую культуру, единое государство. Арабам нужны были специалисты в области письменности, международных отношений, конечно, в области банковских, кредитных отношений. Они использовали для этого евреев, опытных в этом отношении. Хаздай Ибн Шапрута был практически премьер-министром, ну, канцлером, говоря современным языком, в правительстве Абдурахмана, халифа или эмира Кордовы. Согласно письму, однажды ко двору халифа прибыли восточные купцы. Они рассказали Хаздаю Ибн Шапруту, что где-то далеко в азиатских степях живет народ хазары. Они исповедуют иудаизм, и у них есть свое государство, которым правит царь Иосиф. Еврейский сановник был изумлен этим известием. Это был и политический, и человеческий, и религиозный интерес, потому что евреи ждали, когда будут знамения возвращения их в святую землю, когда явится мессия, всегдашние ожидания, эсхатологические ожидания. И то, что появилось какое-то еврейское государство, считалось знамением того, что милость Всевышнего вернулась к изгнанному из Палестины народу. Взволнованный благой вестью Хаздай Ибн Шапрут пишет хазарскому царю Иосифу пространное письмо. Его интересует буквально все – география, культура, история и, конечно, вера, происхождение хазар. Сам оригинал письма еврейского сановника не сохранился. В Оксфорде хранится копия, сделанная позже. Хаздай Ибн Шапрут отправлял свое послание фактически в неизвестность. Но царь Иосиф его послание, тем не менее, получил. И даже написал ответ. Следы этого письма, второго по счету, отыскались много веков спустя в России. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Это то самое письмо? Да, это рукопись, в которой содержится копия письма хазарского царя Иосифа. Эта рукопись попала в нашу библиотеку в 1876 году, когда была приобретена вторая часть собрания известного окраинского собирателя древностей Авраама Самойловича Ферковича. Рукописи были привезены в Петербург, из местечка в Крыму, которое называется Чуфуткале, где Феркович последние годы своей жизни провел. Ученые по крупицам собирают сведения о Хазарии. А тут письмо самого царя. Вот это письмо. Сначала самое здесь написано письмо Иосифа, царя, сына Аарона. Однако радость от находки быстро сменилась скепсисом. Специалисты заподозрили, что это не подлинный текст, а мистификация. Дело в том, что у Авраама Ферковича была неоднозначная репутация. Караим по происхождению он был ревностным сторонником караимской веры. Караимы – это одно из течений внутри иудаизма, но наиболее известно по отношению к другим иудеям, тем, что они не признают талмуд и раввинистическую письменность. Они, так же, как и другие иудеи, расселились по разным странам. И значительная община караимов проживала на территории Крымского полуострова. И князь Францов, тогдашний генерал-губернатор этой области, обратился к общине караимов с просьбой о том, чтобы они рассказали о своей истории, о том, откуда они происходят, кто они такие. И в этот момент тогда еще довольно молодой Авраам Самуэлович Феркович высказал желание собрать материалы об истории караимов. За эту работу Феркович взялся не случайно. В России XIX века для евреев существовал целый ряд ограничений. Они жили за чертой оседлости. Им был ограничен доступ в учебные заведения и властные структуры. Авраам Феркович пытался доказать, что эти ограничения не должны касаться караимов. Феркович выдвинул действительно такую концепцию, что караимы, живущие в Крыму, на самом деле являются потомками, отдаленными, конечно, уже потомками десяти колен израилевых, уведенных в плен и расселенных ассирийцами. Они уже ни в какой, в Палестине, ко времени жизни Иисуса Христа, конечно, не жили и никакого отношения к распятию не имеют. Это древний народ, который отделился от иудеев, кричавших распни его распни, задолго до того, как Иисус выступил с проповедью в Палестине. Крови на них нет, столбот на них не должны распространяться и ограничения. Происхождение караимов – вопрос дискуссионный, но Авраам Феркович упорно искал доказательства древности своего народа и его столь же древнего проживания в Крыму и, судя по всему, не брезговал подлогом. Однажды Феркович обследовал караимское кладбище в Крыму и заявил, что некоторые могильные плиты относятся к X-XI векам. Однако ученые еще тогда заподозрили, что Феркович попросту перебил даты, а на самом деле могилы более поздние – XVI-XVII века. И один из моих учеников, который занимался у меня еще в еврейском университете и потом здесь, в институте славяноведения, поймал таки его за руку. Он обнаружил древние, самые ранние дневниковые записи Ферковича, где были описаны неправленные им надгробия с верными датировками. Потерять репутацию в научном мире легко. Неудивительно, что историки скептически относятся к наследию Авраама Ферковича. Но является ли подделкой письмо царя Иосифа? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте внимательно прочитаем древнюю рукопись. В письме царя Иосифа содержится много ценной информации по истории хазарского каганата. Он описывает размеры своей страны, перечисляет народы, которые платят ему дань, упоминает столицу Итиль на Волге. Хазда и Беншапрут надеялся найти в хазарах своих соплеменников – евреев. Однако царь Иосиф пишет, его подданные ведут свой род от потомства Иофета. Иофет, согласно Библии, один из трех сыновей знаменитого Ноя, того самого, который построил ковчег и спасся во время потопа. Иофет участвовал во всех этих событиях и стал родоначальником всех европеоидных народов. Евреи, согласно Священному Писанию, ведут свой род от другого сына Ноя – Сима. Таким образом, царь Иосиф прямо сообщает хазары, и он сам – не евреи, они лишь приняли иудейскую веру. Почему язычники и степняки вдруг сделали столь неожиданный религиозный выбор? Это, пожалуй, одна из самых интересных загадок хазарской истории. Сам царь Иосиф ссылается на своего предка – Булана. Однажды во сне Булан уявился ангел и сказал, что он должен выбрать религию для своего народа. Булан призвал трех священников и спросил христианина, какую веру он считает более истиной – иудейскую или мусульманскую. Тот сказал иудейскую, ведь Ветхий Завет – это священная книга христиан. Затем он задал аналогичный вопрос мусульманину – какая вера более истинна – иудейская или христианская? И получил такой же ответ, ведь мусульмане уважают Моисея и других ветхозаветных пророков. Оба священника попались в логическую ловушку. Булан выбрал иудаизм. На первый взгляд, все сходится. Хазда Ибн Шафрут написал царю Иосифу, а тот подробно ему отвечает. Однако экспертиза древнего текста – работа трудная. Насколько достоверно изложенная в письме информация? И подтверждает ли ее другие письменные источники и данные археологии? В конце прошлого века в низовьях Волги у села Самозделка были найдены остатки древнего городища. На месте начались масштабные раскопки. И вскоре возникла версия, что это и есть Итиль – та самая столица Хазарского царя. На это указывают размеры городища, вполне себе царские, и обломки битого красного кирпича, которыми засыпано буквально все вокруг. Согласно средневековым письменным источникам, в частности, сочинению Константина Багринародного, в Хазарии существовала государственная царская монополия на строительство из кирпича. Только царь? Только царь имел право строить свои здания? Да. Такого скопления кирпича больше в нижнем положье мы не в ней смогли обнаружить. Оно наводит нас на мысль, что именно здесь стояла крепость Хазарского времени. Дмитрий Васильев с коллегами много лет ведет раскопки на Самоздельском городище. Кроме кирпича, археологи нашли здесь много керамики, в том числе и в самых нижних археологических слоях. Нижние слои Самоздельского городища очень четко датированы радиоуглеродными датами, и они соотносятся с периодом позднего Хазарского каганата, 8-й, 9-й, 10-й век. Есть и еще одно совпадение. В арабских хрониках сохранилось описание Хазарской столицы. Итиль был разделен рекой на три острова. На одном острове был военный гарнизон, на другом находились рынки, общественные заведения, а на третьем стоял дворец Кагана. Так вот, Самоздельское городище соответствует этому описанию. На снимках с воздуха видно, что оно тоже находится среди проток, только высохших. Однако однозначно утверждать, что это и есть Итиль, нельзя. Версия Дмитрия Васильева и его коллег остается только версией. Раскопки вскрыли мизерную часть этого громадного городища. Мы, современные исследователи, не знают даже его границ. Если даже мы признаем Самозделку, вы отметили, то нам придется, ну, ждать, я думаю, 50-100 лет, когда будет скрыта более-менее значительная площадь. Со столицей Хазар пока ничего не ясно. Еще меньше ясности с их верой. Согласно письму царя Иосифа, Хазары были иудеями. Однако пока в Самозделке не нашли ни синагог, ни предметов культа, ни захоронений, выполненных по иудейскому обряду. Такая же ситуация во всех поселениях Хазарской эпохи, изученных археологами. Городищ и крепостей много, но еврейских следов в них нет. На сегодняшний день на всей громадной территории Хазарского каганата найден один единственный артефакт. Это довольно грубый горшок, на котором не в традиционной форме изображен семисвечник. Занимаясь этим вопросом специально, найти материальных остатков распространения иудаизма на территории Хазарского каганата мне не удалось. Материальных следов нет, зато есть письменные. В арабских хрониках есть упоминание о том, что в хазарской столице Итиль была большая иудейская диаспора. Однако она была отнюдь не единственной. В середине X века один из арабских книжников, Алмасуди, описал быт хазар в их городах. Он называл эти поселения городами, Медина, и говорил о том, что в столице Хазарь, Итиль, и в центрах на Серном Кавказе живут бок о бок мусульмане, иудеи, христиане и язычники. У них свои законы, у них свои судьи. Каган, который живет отдельно в своем дворце, нужен для того, чтобы рассудить конфликты между этими общинами. То есть это действительно был образец цивилизованного быта, о котором мы можем, как мы с вами понимаем, мечтать и сейчас. Итак, иудеи в Хазарии вроде бы были, но почему-то не оставили следов в археологии, что странно, если принять за факт, что иудаизм был официальной религией. Как же объяснить все эти нестыковки? По одной из версий, все дело в том, что иудейскую веру в Хазарии приняла только политическая верхушка во главе с царем. Причем никаких сакральных зданий они не строили, и молились в обычных шатрах. А для подавляющего большинства его подданных детей степи он так и остался чужой религии. Зато археология дает громаднейший материал, который показывает, что весь массив населения, независимо от этниса, и болгары, и аланы, и какие-то группы, названия которых мы можем не знать, оставались в лоне язычества. К Аганату просто истории не было отведено времени для того, чтобы любая религия мировая, в данном случае оказалась иудаизм, успела распространиться. То, что царь преувеличил роль иудаизма в своей стране, понять можно. Все-таки он писал ответ еврею, человеку такой же веры. А вот как быть с откровенными ошибками? Они в тексте тоже присутствуют. Во-первых, в письме дается очень противоречивая географическая информация. Положение рек перепутано, а Каспийское море расположено совсем не там, где оно должно быть. А во-вторых, в письме несколько раз упоминается Крым и местные топонимы, которые появились только в XIII веке. Возникает вопрос, откуда царь Иосиф, живший в X веке, мог их знать? Именно из-за этих топонимов, и в частности крымского городка Мангуп, ученые заподозрили Авраама Ферковича в подделке, ведь в Мангупе жила большая караимская община. И Ферковичу было выгодно упомянуть его в тексте, чтобы в очередной раз подчеркнуть древность караимов. Для Ферковича важно было показать какие-то следы пребывания его предков на тех территориях, на которых по его концепции могли расселяться вот эти 10 кален. В результате, надо сказать, что Ферковичу удалось добиться изменения отношения к караимам, и в конечном счете было принято решение о том, что караимы не приравнивались к иудеям, к евреям. Но нужно сказать, что целые литературные сочинения и целые надгробные памятники Феркович не фабриковал. Он максимум, что он делал, он изобретал приписки рукописям, и в частности в них, в этих приписках, есть многие неподлинные, сочиненные самим Ферковичем. Известия о Хазаре и о Хазарах довольно легко разоблачаемые и разоблаченные уже фактически при его жизни. Братьям-караимам Феркович помог, а вот ученых запутал. Можно ли доверять письму, с которым, скорее всего, проведены сомнительные манипуляции? И где доказательства, что его действительно написал царь Иосиф? Ученые 19 века терялись в догадках, а в начале 20 века появилось еще одно письмо, третье. Очередная находка случилась в стенах библиотеки Кембриджского университета, где хранится основной массив рукописей Каирской генизы. Все началось с двух женщин, с Агнес и Маргарет Смит. Сестры, путешествуя на Востоке, покупали рукописи у случайных торговцев. В какой-то момент они поняли, что в Каире в тот момент распродается что-то, или, так скажем, разлетается, какая-то коллекция, которая очень существенна. Один из этих листков, который они случайно купили, они привезли с собой в Кембридж, где им заинтересовался их друг Соломон Шехтер. Соломон Шехтер, известный исследователь древних рукописей, тут же отправился в Каир и выкупил коллекцию. Документы были в ужасном состоянии и грудами лежали вот в таких деревянных ящиках. Эта генеза – это очень большой мусорный ящик, то есть туда складываются вещи, которых практическое использование больше не представляется возможным. То есть они там сохранились благодаря особенностям египетского климата, а не потому, что там кто-то их особенно хранил. В конечном счете, они благополучно прибыли в Кембридж, где были отсортированы, реставрированы и в настоящее время доступны для исследователей. Перебирая привезенные документы, Соломон Шехтер нашел и вот это письмо с подробным рассказом о Хазарии и Хазарах-аудеях. Как и предыдущие два письма, это не оригинал, а средневековая копия. Если вы посмотрите здесь, то вы можете тоже линии верны. Это достаточно поздняя бумага, на самом деле, потому что на ранней восточной бумаге вы не увидите такого. Это письмо самое загадочное из всех. Во-первых, непонятно, кто его написал. Начало и конец письма утрачено. Во-вторых, адресат из письма неясен. И, наконец, непонятно время написания письма. Сколько в Генизе десятки тысяч писем и значительная часть из них лишена конца, начала, оборотной стороны и других мест, в которых обычно пишут имя автора. Здесь в этом нет ничего абсолютно удивительного в том, что мы не знаем. кто, когда и как написал это письмо. Судя по тому, что там воспроизводятся те же сюжеты, которые есть в письме царя Иосифа, возможно, это вариант ответа на письмо Хаздаем Шапрута. Автор письма предположительно подданный царя. Он сообщает много новых деталей, в том числе пишет о том, как в Хазарии появилась большая еврейская диаспора, о которой упоминают и арабские источники. Согласно письму, некие евреи подверглись притеснению и бежали из Армении или через Армению, тут двоякое прочтение, Каспийскому морю. Здесь они встретили добрый прием и остались жить у Хазар. Предки хазарских евреев смешались с язычниками, научились их делам, при этом забыли большую часть, скажем так, основ иудаизма, кроме частично субботы и обрезания. Однако затем один из аудеев стал большим начальником, полководцем. Согласно письму, он решил вернуть своих соплеменников к вере предков и, видимо, заодно распространил ее на Хазар. По одной из версий, принять иудаизм хазарскую верхушку заставила политика. С одной стороны, Каганату угрожали мусульмане-арабы, с которыми Хазары вели постоянные войны, а на Черном море приходилось вести игру с другим мощным соседом христианской Византией. В такой ситуации выбор иудаизма был мудрым политическим решением. Хазары подчеркнули свою независимость и дали понять, что идут по своему собственному пути, который, к тому же, не требовал от Кагана больших усилий. Если бы он принял ислам, то он должен был бы скакать по всем селам и весям тех народов, которые ему подчинялись, и объяснять, что им надо совершить обрезание и поклоняться Мохаммеду и Аллаху, проводить насильственную исламизацию. Но то же самое должен был бы сделать Булан, если бы он принял христианство. Иудаизм этого не требовал, потому что иудеем мог стать только тот, кто добровольно согласился принять эту веру. Письмо кембридского анонима проясняет многие моменты хазарской истории. Но зачем кому-то понадобилось дублировать ответ царя Иосифа? И можно ли ему верить? Как и предыдущие два письма, этот документ тоже вызывает вопросы. То есть то, что это письмо аутентичная часть собрания Гениза, и никто не подбросил его Шехтеру на корабль, когда он перемещал этот материал в Англию, можно быть уверенным. В этом смысле это, конечно, не подделка. Является ли подделкой вся переписка между хазарским каганом или царем и Шапрутом это вопрос совершенно другой. Юлия не исключает, что вся переписка могла быть сфабрикована самим хаздаем и Баншапрутом, чтобы произвести впечатление на своего хозяина Абдрахмана Третьего и упрочить как собственные позиции, так и в целом положение евреев в Кордовском халифате. Я считаю, что так называемая хазарская переписка это литературное произведение сочинено либо непосредственно окружением хаздаем Шапрута, либо кем-то по просьбе хаздаем Шапрута. И даже, пожалуй, могло быть прислана обратно в Испанию, если в этом была необходимость. Юлия не одинока в своих подозрениях. Исследователи еще в XIX веке предположили, что вся переписка была сфабрикована в средние века и даже нашли причину. На рубеже IX-X веков на карте мира появились два новых государства Киевская Русь и Волжская Болгария. Долгое время болгары и часть славян платили дань хазарскому каганату, но пришло время избавиться от этой зависимости. Русско-хазарские войны продолжались весь X век, а в 960-е годы князь Святослав напал на Ити и разрушил его до основания. Болгары получили свободу от хазар и свободную торговлю по Волге. Русы некоторые хазарские города, а сами хазары вскоре без следа растворились в других народах. После разгрома Каганата темные времена наступили для еврейской диаспоры Хазарии. Опять они остались без дома, опять они вынуждены бежать. Мечта о своем иудейском государстве растаяла словно дым. В средние века евреям жилось тяжело. Отовсюду их гнали, везде они сталкивались с насилием и унижением. Ученые думали, что мистификация родилась на этой почве, и вся переписка была создана средневековыми авторами, чтобы поднять боевой дух евреев и напомнить им, что свет в конце тоннеля есть, что в истории уже были примеры создания иудейского государства. Однако затем эти подозрения были опровергнуты. В 1924 году английские ученые обнаружили в Британском историческом музее уникальный манускрипт книгу испанского еврея Игуда Барзилая, изданную в 11 веке. Историки тщательно изучили рукописи, собранные в книге, и обнаружили среди них письмо царя Иосифа, самый древний на сегодняшний день текст письма. Поскольку книга была издана в 11 веке, стало ясно, что все более поздние копии писем не выдумка средневековых авторов, что все они восходят к более древнему тексту. А вот дальше тупик. Что это за текст? Подлинная переписка Хаздая и Беншапрута с хазарским царем или выдумка? Можно только догадываться. Еврейский сановник задал загадку будущим поколениям, и пока ключа к ней нет. Принимать за чистую монету я бы не стала. Как любое историческое сочинение, и как любая дипломатическая переписка, оно имеет за собой политический подтекст. И этот политический подтекст недостаточно нам известен, чтобы мы могли принимать эти документы как тексты, отражающие историческую реальность. Версия Юлии лишь одна из. Многие ученые считают Хазара еврейскую переписку подлинной. Даже если эти письма придуманы, они не взяты с потолка и все равно отражают реальные события. А это уже повод, чтобы продолжать работу, искать новые данные, сопоставлять, думать. Как ныне сбирается вещий Олег отомстить неразумным Хазарам, их села и Нивы за буйный набег обрек он мечам и пожаром. Благодаря Александру Сергеевичу Пушкину все помнят, чем закончилась история Хазар. Но только к этим скупым строчкам она не сводилась. Из писем, дошедших до нас из глубины времен, мы знаем, как все могло быть отомстить. Редактор субтитров 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 Субтитров